Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана и сегодня у нас ванна красоты про волосы. Итак, поехали! Что мы будем с вами делать? Мы будем с вами красить волосы, потому что корни уже сильно отросли, уже очень сильно. Мы будем с вами мешать красочке Faberlic Expert Color и в салонке, который я вам показывала в заказе. Это Expert Color с 8.1 и салонке от 10.15. Помимо того, что это красивый такой фиолетовый блонд, он еще и осветляющий. Посмотрим, как с 8.1 они смиксуются и как ляжут. Я знаю, вы любите такие мои замесы, у меня каждый раз история всегда интересная, поэтому, пожалуйста, не спрашивайте в комментариях, что у меня за цвет волос. Помимо того, что я миксую краски и добавляю немного, как в прошлый раз, допустим, 1.0 для нейтрализации желтого оттенка, я еще потом их и тонихаю, поэтому ответить, что у меня за цвет волос я вам не могу, и какой краской я пользуюсь я вам пишу, но там не один оттенок, там всегда микс. Так, 8.1 Expert Color 180, 43 артикул и салонке 8.276. Еще пришла посылочка с сайта Рандеву с очень крутым уходом за волосами от Labi Aesthetic. Давайте скорее открывать, мне не терпится протестировать. Все очень здорово упаковано, большая коробочка, я уже залезу посмотреть. И внутри вот такая вот красота, два подарочка, смотрите, парфюм, класс, и еще один парфюм. Супер, будем тестировать. Коробочка очень красивая, презентабельная. Давайте открывать. Вау, вау, вау. У нас здесь с вами косметичка. Большая, я думала, она меньше. Вот такая большая. Класс. Красивая. Я уже даже знаю, куда я ее поставлю. Коридор, коридор. Так, это у нас с вами, ищем наклеечку, отсвечивает уплотняющий стайлинг крем. Будем тестировать. Это у нас с вами защитный мицеллярный шампунь. Кто пробовал, девчонки, обязательно пишите свои впечатления. И масочка. Восстанавливающая маска. Класс. Чего мы с вами начнем? Я обычно на сухие волосы наношу краску. В этот раз я хочу сначала волосы и кожу головы промыть шампунем, да, лавиэстетик. И потом уже наносить краску. Вот в этот раз хочу так. Если мы наносим на чистые, слегка влажные волосы краску, она работает лучше. Цвет передается лучше, но она изжжет волосы больше. Это как бы мое наблюдение. Я хочу сейчас сделать именно так. Это у нас мицеллярный шампунь для придания объема, что очень классно сейчас для моей стрижки. Это прям тема. Будем с вами тестировать. Классно, классный отзывы вообще на эту серию, на эту линейку, на эту марку. Франция. Интересно на самом деле. Итак, я раскалываю волосы, и мы идем с вами их мыть. Цвет до. Цвет до. Запоминайте. Цвет до. И корни. Слушайте, шампунь просто сказка. У него такая нереальная душка. Мне безумно хочется такой парфюм теперь. Парфюмерная, крутая, такая классная, нетяжелая, легенькая, и в то же время очень интересная какая-то прям. Очень хочу такой парфюм. Поразило то, что волосы вообще не спутываются. Он такой мягкий, жиденький, но расход очень маленький. Хорошо пенится, хорошо промывает до скрипов. Все отлично в этом плане. И он очень мягкий. Насколько у меня сейчас жесткие волосы, да, прям вот шампунь наносишь, и он мягкий. Я не помню, когда последний раз мне такой шампунь попадался, который вот настолько был деликатен к волосам. Вообще потрясающе. То есть я промыла кожу головой, на кончике, соответственно, когда смывала шампунь, тоже попало. Я сейчас специально всю длину не пеню. Я как следует промываю кожу головой, да. И класс. Волосы стали идеально мягкими после одного шампуня. Я боюсь представить, что будет от следующих средств, но не надо сглаживать. В общем, я шампунем очень довольна. Вообще такая красота. Что мы с вами теперь делаем? Пока немножко у меня с вами волосы сохнут в тюрбане, мы с вами распечатываем краски. Какой процент? Так, мне кажется, здесь везде девятки. Кстати, и в той, и в другой краске были перчатки. Помните, одно время в Эберликах не клали, и в той, в другой краске. О, нет, здесь даже двенашка. Здесь даже двенашка в салоне Кеа и в Эксперт. Девятка, да. Кто не знает, где это пишется, девчонки, везде все пишется по-русски, крупным шрифтом. Вот двенашка, на Эксперте вот здесь пишется. Вот девяточка. Да, поэтому у нас с вами даже будет микс окислителей. Ничего страшного. В салоне Кеа есть бутылочка, поэтому я думаю, у нас с вами в нее, в принципе, должно все влезть. Нет, навряд ли в нее не влезет, поэтому я подготовлю вот такую чашечку и будем миксовать в ней. Переливать все туда. Очень интересно, что получится. Профессионалы скажут, что это рискованно. Но я когда последний раз была на стрижке, девочка в телеграм рассказывала и показывала все. Мне мой парикмахер Катерина сказал, что у меня очень классный цвет волос. Я сказала, Катюш, ну он же вроде такой неоднородный, и ты бы знала, какие я замесы вообще делаю. Ты бы упал просто в уморок. Она сказала, зато результат. Смотри, не каждый мастер такой цвет может сделать. Тем более из темной базы. Тем более у меня свой родной цвет волос практически черный. Так, краски у меня будет много, длины у меня немного, поэтому волосы, как и положено, будут купаться в краске. Так должно быть, если вы хотите равномерный цвет. В салон Кеа мне вообще красочка не очень нравится, на самом деле она не очень хорошо закрашивает седину. Поэтому у меня некоторые девочки довольны. У меня вот так, на моих волосах. И она по мне не стойкая. Но она у нас здесь выступает в роли осветлителя и в роли тонирующего вещества, скажем так. Вот этот фиолетовый подтон, который я очень люблю и которым тонируюсь. Тонируюсь я до сих пор концептом. У меня пепельный шампунь, нейтрализация желтизной и арктический бальзам. Потому что такие огромные боди брала. Шампуня еще очень много, мне кажется, его на 5 лет вперед хватит. Потому что я не маю никогда одним шампунем. А бальзаму уже там где-то 1,5 часть осталась, потому что им пользуюсь достаточно часто. Так, все выдавила. Две краски, два окислителя. Вот так вот, всего тут много. Замешиваем. 8,1 сразу дает холодный оттенок. А салонки, окраска, она еще пока желтая, так интересно. Буду начинать окрашивание с затылочной зоны, потому что у меня там цвет темнее. Уже второй раз начинаю окрашивание с затылочной зоны, и все равно там цвет темнее. Потому что там нет седых волос. Там их нет от слова совсем. Они все вот здесь. И вот здесь, соответственно, как ты не крась, чем ты не крась, все равно получается светлее. Поэтому буду сейчас как следует прокрашивать затылок. Такая жиденькая консистенция получилась. Если эксперт, краска она погуще, то салонки она жиденькая. На самом деле красочка такая может течь даже, если чисто салонки. Так, буду начинать с затылочной зоны, переходя потихоньку вперед. И кончики прям, я не знаю, на самый последний момент, а может быть даже проэмульгирую в конце вообще не буду вначале трогать. Посмотрим сейчас. Так, ну что, я наношу красочку. Все как обычно. Кончики не стала трогать намеренно. То, что вот только случайно пропало, попало проэмульгирую. Краски очень много. Мне хватило бы на самом деле на два раза, но уже ладно. Ее много осталось. Она жидкая, и у нее расход из-за этого такой удобный достаточно. И к тому же мы с вами на влажные волосы наносили, да. Поэтому я прям обильно-обильно. Что хочу сказать, краска поджигает, слегка поджигает. И в некоторых местах я наносила руками, потому что она очень жидкая, кистью с ней работать неудобно. Поэтому у нас с вами в салонке есть бутылочка, да. И что хочу еще сказать. А, то, что осветляющий компонент однозначно есть, потому что я наносила руками без перчаток. Не люблю я это дело, и вот прям у меня подушечки пальцев побелели, как бывает у нас с вами после порошка. Да. Кто часто осветляется, тот знает. Вот. Как бы что, засекаем полчаса. Полчаса, думаю, вполне достаточно. А так буду смотреть. Может, и раньше пойдем. Тут цвет красивый получается. Прямо вот красивый. Камера вам практически прям вот достоверно передает такой. Фиолетового какого-то отлива я не вижу, но он и не пепельный. А вот как раз идеально, скажу так. Надеюсь, на волосах будет то же самое. Ходим. Прошло 35 минут. Сейчас добавляю немножко водички, хотя мне кажется, ее тут даже не понадобится. В общем, прямо так руками, чуть-чуть сейчас добавлю, эмульгирую красочку на корни. Хожу еще 5 минут и смываю. Пока зрительно в зеркале, что я вижу, осветленные корни, даже слегка рыжеватые. Ну и такой оттеночек, который, в принципе, я хотела получить. Он такой с пепельно-фиолетовым отливом. Посмотрим, что будет по факту в волосах. Так, и смываю красочку, и сразу наношу маску. Наношу маску. Будем с вами ее тестировать. Надеюсь, у нее такой же аромат. Сейчас, когда аромат окраски с волос выветрился, я чувствую до сих пор аромат шампуня. И он потрясающий, представляете? Вот даже под краской. Такой обалденный аромат. Так, все, смываем. Да, кстати, пока эмульгируем. Вот эта маска Лабиэстетик, она заявлена еще и как экспресс-уход на 2-5 минут. И интенсивный уход 10-15 минут. А потом смыть. Париж с 1948 года. Вообще, очень интересно. 50 мл здесь, в этом тюбике. Сейчас испытаем. Нанесла масочку, смыла краску, нанесла маску. Пока мне очень нравится цвет волос. Вот, что я вижу в зеркале. Я вам обязательно потом покажу при естественном освещении. Уже завтра вставочку сделаю, потому что сегодня поздно. Что хочу сказать. Да, аромат у маски такой же, как у шампуня. Но у шампуня он ярче выражен. Здесь немножко побледнее. Расход у нее средний. Это такая кремообразная консистенция. Довольно жидкая. Не совсем густая. То есть не еле-еле выдавливается. А вот такое вот. Вот видите? Такой вот, как кремчик легенький. А волосы мои прям съедают маску. Вот прям съедают, впитывают моментально. И я не чувствую вот этой вот силиконистости на волосах. Да, когда очень много силиконов маски или бальзами, вы это чувствуете. Прям волосы как-то, ну не знаю, разглаживаться начинают. Тут они тоже гладкие. Я даже когда краску снимала, то есть у меня волосы разглаженные. То ли это еще эффект после шампуня, потому что, ну, большой процент краски, они должны были стать как-то пожестче, запутаться. Нет. Так классно, краска смылась вообще потрясающе. И волосы ее мгновенно впитали. Я не чувствую, что они в какой-то там вот силиконовой оболочке или еще что-то. Но тем не менее разглаживающий эффект вот это вот все есть. В общем, будем смотреть. Будем смотреть дальше. Хожу, ну, уж 5 минут проходило, еще 10 минут. Потом смываем и будем с вами тестировать уплотняющий стали крем. Тоже очень интересная штука. Написано, подходит любому типу волос. Дарит блеск, разглаживает и так далее. Преображает, создает заметно больше объема и густоты. При этом сохраняет естественность и неподвижность волос. Вот это вообще очень круто. Потому что у меня прическа любит на утро закручиваться в другую сторону. Да. Так. Термовоздействующий комплекс из специального. Очень плохо читается. Вот на сайте я до этого читала. Лучше на сайте почитать. Кстати, я вам забыла сказать. Естественно, как всегда, рандеву нам дарит скидку 10%. Да. Промо-код на скидочку 10%. Как всегда, прописываю его здесь. Прописываю его под видео. Естественно, ссылки на продукты оставляю тоже всегда под видео. В инфобоксе. Проходите, смотрите. В общем, интересно очень. Волосы становятся заметно более густыми. В общем, пчелиный воск обволакивает волосы, формирует на поверхности сетку, благодаря которой волосы становятся заметно густыми. В общем, густота, блеск, объем. Все, как я люблю слушать. Посмотрим, пока ходим. Смыла масочку. Это действительно какой-то похож на... Не изучала состав, на самом деле, я не буду вам врать, на продукт без силикона. Волос какой-то вот плотный, что ли. В то же время, несмотря на то, что силиконы не чувствуются под руками, и разглаженный. Очень интересно. Так, что мы с вами будем делать? Давайте мы будем сейчас наносить моделирующий крем. У нас написано с вами, я на сайте читала, в описании наносить на всю поверхность. Всю поверхность волос. То есть, в принципе, по идее, на корни тоже можно, потому что у нас все, кстати, запечатано. Он у нас с вами же и для придания объема. Ух ты какой! Вот такой вот беленький крем. Он даже плотнее масочки. Ах, я душка. И это крутая душка. Нет, слегка другая, больше свежести. Отличается, но тоже очень классно. Наносим на волосики, на корни в том числе. Даем, наверное, несколько минуточек с вами поработать средству, да? И я посушу феном. И обычной расческой без брашенка, без всего, чтобы посмотреть. Потом свежий... Свеже цветочный какой-то классный аромат, тоже очень классный. Но он другой. Нет, он не такой, как у шампуня. Совсем не такой. Я думаю, достаточно. Расход у него небольшой, он хорошо распределяется по волосам. Вот, поэтому приступаем с вами к сушке. Посмотрим на цвет и на состояние волос. Продолжение следует... Ну как бы вот, что хочу сказать. Очень интересное такое ощущение. Волосы очень плотные. Как будто они действительно в какой-то оболочке. То есть видите, их легко приподнять рукой. Им легко задать форму. Вот видите, вот рукой приподняла, все. Круто, круто. Они знаете, как после чего? Не ботокс, нет. Как после ламинирования. Только после ламинирования они висят, как сосульки. Тут еще объем. То есть они не силиконистые на ощупь, они очень плотные. Они очень плотные волосик-волосик. У меня вообще бралась пушистость. Хотя у меня до сих пор растут после беременности новые волосы. У меня вот здесь вот прям пух. А она практически бралась. Вот один волосок только торчит. И так здесь обычно после укладки у меня их очень много. Слушайте, круто. Я вот такие продукты очень люблю. Когда вот так руками сделала, и все. И у тебя уже прическа. Мне очень нравится. Он действительно обволакивает волос и очень сильно его уплотняет. Каждый волосок. Потому что волосочки лежат прям волосок к волоску. Вообще супер. Мне нравится. Слушайте, я такие продукты обожаю. Крем вообще за счет. И шампунь и маска тоже понравились. Они тоже объемные. И вот в комплексе посмотрите, какой результат. То есть я сушилась обычной расческой, без брашинга, без всего. Не уделяла внимания прикорневому объему. Как бы ночью уже по ночи. Мне бы быстрее посушиться. И вот какой результат. Класс. Ну и цветом я, кстати, тоже очень довольна. Цвет получился наикрутейший. Просто наикрутейший. Он равномерный. Если до этого у меня он был... Ну вот местами неравномерный. Все равно я это видела, вы не видели, я ее видела. Сзади то же самое. Наконец-то. Ура. Ну конечно у нас с вами такой оксид был. То есть все равномерно, все круто. Да, вообще и корешки, и все. Никакой желтизны, ничего нигде нет. Мне замес очень понравился. Сейчас прям пойду кину в корзину еще эти краски, пока они есть. Потому что мне очень нравятся результаты. Он просто шикарный. Шикарный цвет. Шикарная серия для волос. Супер. Недаром слышала на Labio Aesthetic такие вот. Вот с вами вообще классно. Сейчас попробую вам показать при более ярком освещении цвет волос. И уже завтра при естественном. Вот так цвет выглядит на кухне при ярком освещении. Но не совсем все равно правдоподобно. Потому что оно тут еще такое тепленькое. Тепленькие лампочки у нас. Но в целом мы посветлили и выровняли цвет. Мне очень нравится. Ну и при естественном освещении показываю вам на следующий день. Объем с утра сохранился. Все классно. Супер. Волосики лежат здорово. Мне обычно они под утро загинаются вот в эту сторону. Вот как вот эта вот прядка. Но рукой можно поправить. То есть они такие вот. Они послушные. Они плотные. Они толстые. Мне кажется подойдет идеально вообще для тех у кого тоненькие редкие волосы. Это прям вот ваша песня. Супер. Я вот такие средства тоже обожаю. Раз. Хоп. И объем. И на утро все замечательно лежит. Как бы все отлично. Мне очень понравился уход. Вообще просто потрясающий. Кстати парфюмы тоже попробовала. Вообще дорого-богато оба аромата. Такие классные, крутые. Я имею ввиду пробнички. Но на этом видео буду заканчивать. Ссылки все и промокод под видео. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok